аэропорт раннее утро однако здесь что-то явно не так как обычно на встречу съемочной группе выходит медведь прилетевший в приморье прямиком из сибирской тайги по какому-то необычному стечению обстоятельств рядом проходил и теперь уже действующий в рио губернатора олег кожемяка даже политика такого калибра несмотря на то что он очень спешил по делам заинтересовала то что здесь происходит оказалось встреча медведя и тигра приурочена к фестивалю тайги который начнется уже 29 сентября тайга фест идет к тебе городской житель и несет с собой вкусы запахи и звуки уссурийской тайги словно скандирует медведь с тигром далее путешествие до пасеки одного из самых известных в приморье пчеловодов андрея сколова сам фестиваль продлится до 16 октября охватывая многие сферы как культуры так и туризма в том числе гастрономического это не одно какое-то событие очереда событий в которые включены гастрономический фестиваль таежный лекторий дегустации образовательные истории и фото выставка и семейный праздник но пока нам рассказывали о тайга фесте тигр с медведем решили опробовать на себе все секреты и дары пасеки и наткнулись на домик а внутри пчелы и зачем-то лежаки еще авиценный гиппократ незаправнительные времена лечили людей продуктами пчеловодства мед это только вершина айсберга оказалось что это сооружение называется апидомиком а процесс при котором человек лежит и получает максимум пользы и релакса аэроапитерапией в этом сложном слове аэро значит воздух а пи пчела ну а терапия соответственно лечение домик для аэроапитерапии устроен следующим образом у нас небольшое помещение в этом помещении внутри находятся четыре улья два с этой стороны два с этой стороны летки направлены влево и вправо пчелы летают и работают так как им нужно то есть мы не отвлекаем таким образом человек испробовавший пчелиной медицины дышит с пчелами одним воздухом ночью говорят бывалые пчеловоды продукты работы пчел бьют по носу и иммунитету особенно сильно воздух пропитанный запахами и фитонцидами меда воска прополиса пыльцы перги пчелиного яда он поднимается через щели в лежаках и человек им дышит это очень полезно при заболеваниях астмой это очень хорошо успокаивает нервы особенно жужжание пчел они же там работают улья под лежаком после совместных возлежаний над пчелиными ульями пасечник показал как окуривать пчел немного рассказал сибирскому мишки о прелестях и достоинствах природы края и местных натуральных продуктах а после повел на чаепитие там звери с удовольствием попробовали блинчики со всеми видами приморского меда ели ягоды и слушали увлекательные рассказы пчеловода об этом удивительном даре природы со сладким вкусом тут вот мед собранный с осенних цветов он видно что он более темного цвета липовый же мед нашего он очень светленький этот фестиваль тайги станет вторым для приморья однако этот факт уже дает ему право называться ежегодным во владивостоке штыково и хабаровске ближайшие две с половиной недели уверены организаторы пройдут вкусно интересно и познавательно а главное с душой олег завьялов евгений черемухин алексей заровные новости на восьмом